Ребята, а я вам рассказывал, как меня как-то пригласили на вечер при дворе планетарного губернатора. Неужели не рассказывал? Тогда слушайте дальше. Ну, если вкратце, то меня пара-тройка весьма-весьма хороших ребят позвали освещать ролевую игру. Ну, не ту ролевую игру, которую вы у нас обычно видите на премии, ну, по Даркерисе, то бишь. А ролевую игру более эпохального масштаба, то есть когда мы все наряжаемся в тематичные костюмы, у нас у всех есть своя роль, и мы все отыгрываем своего персонажа в этаком подобии иммерсивного театра. Ну, знаете, я думаю, все что-нибудь слышали про отбитых толкиенистов, которые наряжаются в эльфов и гномов и уезжают в лес метелить друг друга мечами и бухать по-черному. Вот тут было что-то в этом роде, но только непередаваемо более изящное, что ли, вот, наверное, подходящий термин. Мы имеем лофт, снятый недалеко от центра Москвы, который представляет из себя, ну, что-то вроде банкетного зала планетарного губернатора. У нас есть барная стойка, у нас есть камин, у нас есть станция этих на жреца, в принципе, ну, в целом местечко очень и очень приличное. У нас есть 20-25 игроков, которые на этот вечер слэш-ночь берут на себя роли имперских нобелей из различных благородных семейств. Ну, у нас тут как бы есть глобальная легенда, что там какая-то имперская планета, на ней несколько благородных домов, и вот их самых выдающихся представителей планетарный губернатор позвал к себе на вечер. Ну, начинается все как, в принципе, такая достаточно безобидная оказия. Каждый игрок, который участвует в такого рода ролевой игре, ну, берет на себя строго прописанную роль одного из действующих лиц. То есть там достаточно-таки большие трактаты текста на каждого из игроков. Кто он, какой у тебя характер, какие у тебя привычки, что ты любишь, что ты не любишь, и какие у тебя глобальные цели. Потому что, ну, чтобы вот эта бальная зала ожила, чтобы там происходил какой-то конфликт, какие-то действия, чтобы игроки как-то взаимодействовали между собой, каждому из них нужно выдать определенный свод целей и задач, которые они постараются достичь и выполнить в рамках этого вечера. Ну, это имперский нобилитет. Они все хотят друг друга подсидеть, сожрать, и желательно потом своего ставленника поставить на место того, кого сожрали. Вот у нас там три или четыре благородных дома, плюс губернаторская династия, плюс еще некоторое количество неафилированных персонажей. То есть у нас там есть типа работник администратума, у нас есть вольный торговец, у нас есть отбитый наглухо навигатор и еще некоторое количество крайне живописных персонажей, у которых тоже есть свои цели и задачи. Пусть не всегда и вписывающиеся в цели и задачи какого-то из благородных домов. То есть уже по дефолту мы имеем в рамках такого достаточно сжатого узкого пространства 25-30 индивидуумов, каждый из которых хочет достигнуть своих личных целей, и которые, ну, скорее всего, ни перед чем не остановятся, чтобы добиться желаемого. Это значит, что нас ожидают убийства, обман, предательства, подставы и все то, что максимально способствует разнообразию и увлекательности игры. То есть ты не можешь просто прийти на такое мероприятие, там, отыгрывать имперского Нобеля, там, попивать винишко, жеманно хохотать со всеми, со всеми, о, нет, нет, нет. Если ты не будешь держать ухо востро, тебе в спину вгонят заточку и еще и носут на твой труп, и ты проиграешь. Ну, как-то вот не очень весело. При этом, чтобы добавить еще вот этих вот стимулирующих факторов, организаторы в эту среду имперских Нобелей запихали максимальное количество крайне эзотеричного вида персонажей. То есть помимо культиста Сладиш, у нас там был еще скрытый культист Динча, который, кстати, всех провернул, и в итоге его так никто и не раскрыл. У нас там был генокультист, например, и начинающая имперская живая святая. И вот на этом моменте пуристы Бека уже могут начинать задавать вопросы. Какая у вас там вообще плотность выдающихся личностей на единицу населения? У нас 25 человек, среди них генокультист, культист Динча, культист Сладиш. Хреново гора не менее отбитых персонажей. Ну, это своего рода игровое допущение. Чтобы игра протекала более-менее динамично, нужно, чтобы в среде игроков было максимальное количество тянущих на себя одеяла и абсолютно не взаимодействующих между собой идеологий. То есть, нет, понятно, что цели генокультиста на игру и цели культиста Сладиш будут абсолютно разные. Нет, по дефолту у них цель одна и та же. Всех нахрен скарабтить в свою веру, и желательно, чтобы их никто не раскрыл. Однако, ну, понятно, что методы, методы воздействия, персонажи, с которыми они будут взаимодействовать и спецспособности у них будут абсолютно разные. Ну, что добавляет игре определенную перчинку. Хотя, конечно, и не бэково нифига. Но тут уж как бы, да, мы хотим либо интересную игру, либо хотим, чтобы все было бэково. Но это как-то трудно. Трудно. При этом, чтобы заставить всех игроков еще быстрее и панически носиться в рамках вот этого мероприятия, чтобы добиться своих целей, на десятой минуте на сборище Нобилей высаживается небольшое десантное подразделение Инквизиции. Там, типа, Инквизитор, Дознаватель и санкционированная Псайкинша. Прибытие Инквизиции на сборище Имперского Нобилитета, это всегда очень плохие новости для всех присутствующих. Потому что у всех здесь есть что скрывать. Одно семейство поставляет чернокамень, контрабанда, естественно. Другое барыжит наркотиками. Третье занимается заказными убийствами. Ну, естественно, у всех рыльца в пушку. При этом Инквизиция прилетела-то вообще по другому поводу. Там по какому-то мелкому убийству. И само появление Инквизиции это еще один дополнительный катализатор для игроков. Потому что, с одной стороны, можно использовать Инквизитора, чтобы избавиться от своих политических конкурентов. Но, с другой стороны, нужно постараться, чтобы Инквизиция о твоих собственных прегрешениях не догадалась до самого конца. При этом прибытие Инквизиции ставит на игру временной лимит. Типа, если до шести утра вы не найдете мне виновного вот в этом вот маленьком преступлении, из-за которого я прилетел, то, значит, зал берет штурмом подразделение сционов, и дальше я уже всех буду допрашивать совсем в других условиях. То есть, у нас есть временной лимит, дополнительный катализатор, добавляющий давление на игроков, вот, и клубок мерзких скользких придворных интриг. Да, как вы понимаете, обстановка взрывоопасная. Естественно, основная часть такой игры строится на взаимодействиях между персонажами, ну, то бишь, на социалке. То есть, мы пошли, поболтали с этими, договорились с этим вот об этом, потом, значит, его подставили, договорившись с его конкурентом, и вот таким образом, за счет главным образом вот этих вот дворцовых интриг, то есть, поговорили с этим, поговорили с тем, пошли туда там, пустили слушок здесь, персонаж и должен по логике достигать своих целей на игру. То есть, надо заключить альянс вот с тем благородным домом, чтобы, значит, провернуть вон тот благородный дом, вот на тех натравить инквизицию, при этом отбрехаться от инквизиции с помощью вот этого, вот этого, вот этого. Короче, нужно по дефолту быть готовым говорить, и очень много. Однако, в качестве такого игромеханического момента у каждого персонажа, по крайней мере, у большинства точно, есть еще и свои спецобилки, ну, на карточках. То есть, каждый носит с собой какой-то список карточек со своими спецобилками. И, как правило, когда он использует эту спецобилку на какого-то другого персонажа, карточку нужно показать. То есть, например, был шикарный обмен карточками между инквизицией и культистом Дзинчи, когда там, типа, инквизитор играет карточку на допрос, а культистому в ответ, нет, не работает это на меня, давай еще допрос, это тоже на меня не работает. Они вот такого вот подкидного дурака секунд сорок поиграли, и в итоге каждый остался при своем, но уже без карточек там. При этом эти обилки у большинства персонажей достаточно мощные, но их количество ограничено. То есть, например, у нас был мастер-ассассин, глава одного из благородных домов. Вот он мог одним хитом убить любого персонажа, но только тычком в спину, и, по-моему, он один или два раза только так мог сделать за всю игру. То есть, когда вот этот вот клубок змей дворцовых интриг начинает потихонечку раскручиваться, 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 все значимые персонажи конкретно так приседают на измену и играют в какое-то подобие мексиканской дуэли. То есть, кто первым начнет играть спецобилки и проявит себя, свою мотивацию и свои глобальные цели на игру. При этом, помимо вот этих вот чисто игромеханических моментов с карточками спецобилок, есть еще и более репрезентативная система боевки. То есть, у нас тут все-таки имперский нобилитет, поэтому каждый при стволе, ну или при мече хотя бы. И, в целом, на игру были прописаны достаточно подробные правила на боевку. Потому что у каждого есть сколько-то вундов, какое-то количество еще дополнительных хитов за счет генератора силового поля, и там минимум два типа огнестрельного оружия. Лазерное и плазменное, которое там за попадание сносило определенное количество вундов. При этом, если ты хотел в кого-то выстрелить, ну, братуха, надо было в него сначала попасть. Там большинство персонажей носило стилизованные вот эти бластеры типа Нерф, которые стреляют дротиками из полипропилена, да? Ну, вы поняли, о чем я. То есть, в какой-то момент вот это вот чинное мероприятие превращалось в такую веселую стрелялку для 12-летних пацанов, что само по себе было весело. Также были правила и на рукопашные схватки. Однако, ну, они, естественно, были гораздо более строго регламентированы, ну, просто потому что тут идет непосредственный контакт между тяжелым, тупым предметом и человеческим телом. Там как бы нужно бить аккуратно, а то, не дай бог, кого-нибудь покалечишь. Это мне неимоверно понравилось. Ну, ты там, типа, в одну минуту эти, значит, взрослые чинные люди отыгрывают имперский нобилитет. «Ой, здравствуйте, да, овсянка цера». Значит, во вторую минуту все вскидывают бластеры Нерф и начинают поливать друг друга дротиками. Если вунды у тебя закончились по воле твоих политических конкурентов, ты умираешь и из игры выходишь. Поэтому, естественно, в интересах каждого персонажа прожить максимально долго, ну, чтобы пробыть в игре максимальное количество времени. Помимо обычных игроков, на любой игре такого рода также присутствуют так называемые игротехи. В основном это либо организаторы, либо их помощники. Игротехи тоже берут на себя роль внутриигровых персонажей, однако персонажей с гораздо более ограниченным функционалом. То есть у них нету каких-то глобальных целей, им не нужно чего-то достигать в рамках этой игры. Они просто отыгрывают антураж. Ну, например, бармен. У него нет каких-то глобальных целей. Он просто разливает напитки. Но при этом у него есть забавная сюжетная ветка, которая от него абсолютно не зависит, но просто добавляет какого-то погружения во вселенную всем другим игрокам. У него там были вьетнамские флешбеки, он переживал свои несчастливые воспоминания о службе в силах СПО, там, хватал полено, делал вид, что это Лас Ганн, орал, что повстанцы, а не на деревьях. Работа! Работа! Брат, ты что там? Я не могу. А нет, я не могу. Грядовой! Грядовой! Отстави! Оружие опустил! Не выходи! Кроме того, игротехи также нужны для решения спорных вопросов по правилам, ну, это как бы поддержание порядка, чтобы все, значит, отыгрывали своих персонажей, исходя, ну, из установленного канона. Ну, и там к игротехам очень часто подходят другие игроки, там по каким-то вопросам что-то обсудить, а могу я сделать так, а вот это вот все. Вот. При этом, что мне очень нравится, что, несмотря на то, что игротехи это, по сути, арбитры, вот, они идеально гладко встроены в общую канву повествования, то есть у них все есть, у всех есть как бы своя роль, своя функция, и они не выбиваются из общей картины погружения, то есть они все идеально в нашу историю встроены. Собственно, вот простейший пример, я там был главным образом как, ну, как освещающим мероприятия корреспондент, то есть я вам выставил камеры, ходил, снимал это все, но мне тоже выдали роль, то есть у меня одели эту броню, там, выдали пушку, с которой я никак не мог наиграться, вот, и я взял на себя роль охранника одной из благородных дам моей госпожи, вот, при этом у меня не было каких-то целей, я просто ходил за ней и выглядел шикарно, ну, потому что моя глобальная задача это все подснять, все увидеть, все послушать и вам потом об этом рассказать, но при этом из общей канвы я не выбивался, ну, просто охранник какой-то благородной госпожи, все-таки гораздо лучше, чем если бы я просто там бегал в своей домашней одежде с фотиком, как бы нарушал для всех погружение во вселенную, вот, при этом, насколько мне известно, ну, тут игра относительно маленького масштаба, вот на каких-то гигантских зарубах, когда там все выезжают на полигон, и в игре участвуют по 500 тысяч человек, там игротехи могут отыгрывать целые фракции, вот, вам, конечно, лучше об этом лесника спросить, но, по-моему, когда он регулярно ездит на эти ежегодные игры по Вахе ФБ, он же как раз играет игротеха, орка, вот, потому что, ну, какие орка могут быть глобальной цели, кроме как постукаться, вот, но при этом антуражности мероприятия игротехи добавляют. Отдельно стоит похвалить костюмы. Я в этом не сильно разбираюсь, но на мой неподкованный взгляд все игроки подошли к своему внешнему виду максимально ответственно, то есть там очень красивые антуражные бэковые костюмы. Взгляните, мать его, на этого маршала СПО с бионической рукой. Светодиоды, они все мимигают, выглядят шикарно, или на безумного навигатора, тоже костюм выше всяких похвал, а сколько симпатичных девушек. Народ, присмотритесь к королевому движению, если чувствуете себя одиноко. Ну и, значит, время идет, и весь этот нобилитет начинает раскручивать свои махинации. Ну, кто-то заключает какие-то подковерные альянсы, запугивает конкурентов или даже членов своей семьи. Ну, там культисты разных богов потихонечку начинают раскручивать свои махинации и распутывать все эти коррупции конкурентов. А на балконе наверху сидит Инквизиция и пытается понять, куда же, мать ее, их вообще занесло. Просто нужно было видеть лица игроков за Инквизицию, когда они стали доходить до того, как сильно в ересе погрязла эта планета. Типа, мы прилетели сюда расследовать бытовуху, а тут, короче, контрабанда ксидотеха, здесь, короче, гонят незаконную наркоту, здесь чем только не занимаются. Просто охеревание на лицах Инквизитора и его дознавателя. На камере должным образом не передается. А время шло. В какой-то момент в зале материализовался демон. Кто-то умер, кого-то ткнули за точкой втихую. И, в конце концов, наш мастер-ассасин даже убил самого Инквизитора. В последовавшей за этим кучей было убито еще несколько нобелей. И, к сожалению, да, грохнули и мою госпожу. Причем, вы знаете, такой забавный момент, что, типа, куча трупов, посреди трупов стоит она, значит, последний выживший, к ней подходит навигатор и начинает ее душить магией. Вот, я стою рядом. Типа, ее охранник. У меня в кобуре пистолет, но я лоботомирован. Я не могу действовать без ее прямой команды. Я такой, типа, давай, ну, скажи что-нибудь там, типа, убей его, защити меня. Ну, что-нибудь, хоть прохрепи что-нибудь. Но нет, барышня играла декадентную повельнительницу благородного дома до конца. И пока Псайкер выдушивал из нее жизненную силу, только хрипела. Сильнее, малыш, сильнее! С первыми лучами рассвета время на игру истекает, и она заканчивается. Ну, погибших увозит труповозка, ну, а выжившие подводят итоги. Кто чего достиг, кто выиграл. Это отдельная, очень драматичная часть игры, когда все игроки собираются на улице, и мастера подводят итоги. Кто чего достиг, кто был кем, и кто кого прокинул. Я говорила, говорила! На самом деле, это два наших положительных персонажей. Первые два наших положительных персонажей, за которыми нету нарушений законов. А вот Вальдерфон Розберг личность уже более интересная. Да. Вальдерфон Розберг успел пандриковать против своего отца, за своего отца, против соседних улиц. Уфу, кстати, поучаствовал. Перейдите в супер, спасибо. Как будто вы на что-то плохое. Нюанс в том, что все думали. Короче, это миниатюра. Все думали, что будут играть в династические браки, а на самом деле за них в династические браки поиграли мастера. Короче, это все проблемы с этой планеты от того, что кто-то отказался родиться на бабах. Поэтому ты тоже поедешь со мной, и мы будем в Инквизиции всех пи***ть. И, Жень, может быть, ты слонишет? Кто? Что? Не-е-е-е-е-е! Не-е-е-е-е! Не-е-е-е-е! Как ты игнорировала вопрос про ложь? Ты спросил, у меня три вопроса про псайкера, и не псайкера, как глядь влияния и прочие родители. Ты орешь нам, что ли? Мы перед этим спрашивали про коробки эти. В смысле, вы спросили? Ах ты ж го... Господи, старый вампир и толчок! Три вопроса, это за эту сессию вопросов, господи, как я ненавижу вас, вампиры толчков, как я вас ненавижу, странных вампиры толчков, с вашими фразодрочами, фидацы, Оля, я первый раз в жизни искренне испытываю к тебе негативную эмоцию, иди нахуй, не трогай меня, пожалуйста. Я ответил на вопрос, который я убрал, что я знал, что этот артефакт глушит всего не тот. Все, блядь, остановись, нахуй! Не разжигай мой пукан, блядь! Все сгорит! А я поиграла в отличную любовную линию, наконец-то, впервые в жизни за два года, ура! Это единственная романтическая история, которая слетела. Неожиданная. Ребятушки, что вы знаете о любовных линиях? Единственная любовная линия на этой игре, она про любовь к Первому Аталью. Ну и этого малыша к амнистии, конечно. В целом, как-то так, ребятня, такая вот игра. Я присутствовал там, главным образом, в роли стороннего наблюдателя, в состоянии, ни хера не понятно, но очень интересно. И в целом, мне понравилось. Давайте предоставим, что ли, организаторам пару минут на их выступление. Здорово! Ну, расскажи немножко, ты же придумала большую часть Бека для этой истории? Я придумала большую часть сетки ролей, и то, что, по сути, был костяк взаимоотношений между домами. То есть персонажи рождались достаточно спонтанно, мы, по сути, вот эта идея пришла, сидя на кухне с Сашей, когда мы подумали, о чем можно было бы сделать игру в плане простого мира, без космодесанта и всего остального. И мы подумали, было бы интересно, когда мир, в котором несколько правящих семей, и какие могли бы быть семьи, и начали рождаться персонажи. То есть вся эта история про инцесты и связи между близкими родственниками, это ты придумала? В том числе. Ты знаешь, когда что-то идет настолько креативно, то сложно понять, чей вклад больше, неправильно или нет, неверно. Это наша с Сашей задумка, и она воплотилась именно так. А ты вообще плотно знакома с сеттингом Warhammer 4000? Ну, я даже пыталась играть. О! Да, у меня две армии. Обалдеть, какие? Темные ангелы, которые мне в целом очень понравились. То есть они красивые, но в последнем редакции мне очень... И я начала собраться ролитка. Обалдеть, обалдеть. Вот, темные ангелы, все поняли? Вы, конечно, клевые, но девушкам не сильно нравится. Нет, мне очень нравится Raven Wing, но его понерфили и как-то прям. А скажи, интереснее организовывать такие игры или все-таки играть? Знаешь, это мой первый опыт организации, и, честно, я очень устала, но мне очень понравилось. То есть, на самом деле, мастерение ври, как я понимаю, это сейчас действительно то творчество, которого в обычной жизни очень не хватает, когда ты действительно можешь, ну, не знаю, не писать книгу или снимать кино, а придумать персонажей, а потом дать их живым людям. И видеть, как те персонажи, которых ты придумал, они начинают реально оживать. И ты уже не контролируешь, что происходит, но в этом прелесть. То есть ты дал жизнь, а дальше он найдет сама. Это очень круто. Я играю достаточно давно, мастерил, получается, это первый проект, и я не могу пока сказать, что мне больше нравится. И то, и то интересный опыт. Но в будущем ты планируешь продолжать мастерить? Да, я бы хотела. Понятно. Спасибо тебе огромное, ты нас очень вдохновляешь. Спасибо вам. Так, кстати, ты очень усталый, поэтому буквально пару вопросов. Что, как вам что, понравилось? Ни один нормальный мастер не будет доволен своей игрой. Хорошо сказал. Хорошо. Давно в Махе? В девятом году. На столшку играешь? Конечно. Обожаю. За Гвардию. За Гвардию? Протуха! Я знал, что между нами есть что-то общее. А много таких игр уже организовывалось? Ты знаешь, вот тот парень, который играл у нас в репетитора, его очень большую длинную хронику по тех, кто к Оликсиде. Вообще подобных игр масса, но по аркану в Санкт-Петербурге еще чуть-чуть. Но ты же не только мастеришь, ты же еще играешь в виде репетитора? Да, очень часто куда-то выезжаю, я сам преподаю средневековый бой в щит-меч и давно в этом его очень-то дело люблю. Что-нибудь передашь нашим подписчикам в полсажар? Ребят, Ваха это не только настолка, это сеттинг, в котором можно копаться, разбирать и по-разному его интерпретировать. Ну, интерпретировать не очень хорошее слово, по-разному уплощать его в хобби. И это офигительный сеттинг, в котором можно очень-очень многое. Слекайте фанты так, как у вас получится. Обалденно сказал, спасибо, что позвал. Такие вот дела, ребята. Я, если честно, очень вдохновился и постараюсь напроситься уже полноценным игроком на следующую игру от этих же организаторов. Там ожидается что-то совершенно титаническое по уровню организации. Буду держать вас в курсе максимально плотно. Ну, и знаете, в качестве такого последнего, подводящего итоги слова, знаете, очень вдохновляет. Очень вдохновляет видеть этих взрослых людей со своими проблемами, со своей взрослой жизнью, там, с работами, с семьей, с детьми, которые на один вечер преображаются в персонажей из выдуманной, но очень дорогой нашим сердцам вселенной. И вот хотите верьте, хотите нет, но вот я, значит, патрулирую в роли этого охранника больную залу, и я забываю, что я Вова, мне 24 года, мне завтра на работу, у меня концы с концами не сводятся, там, типа, надо к доктору сходить, заплатить за газ, ну, вот все эти вот бытовые проблемы. Я тоже становлюсь причастным к этой игре, я тоже погружаюсь в эту вселенную. А ведь в конце концов мы играем в Аху во многом именно для того, чтобы отвлечься от забот повседневности и перенестись вот в этот вот воображаемый мир. И ролевкам, вот таким вот больше напоминающим иммерсивный театр, это удается на 100%. И неимоверно вдохновляет видеть этих людей, которые изо всех сил отдают себя целиком от игрушу и погружению в сеттинг и в свою конкретную роль. Если кто-нибудь из игроков нас смотрит, огромное уважение, вы меня впечатлили. Ну, вот как-то так, ребятня, просто вот такой, как бы, экспромт поток сознания о моих впечатлениях об этой игре. Надеюсь, что мне удалось более-менее вам передать свои переживания по этому вопросу. Спасибо за ваше внимание и ваше время. Не болейте! Субтитры сделал DimaTorzok